Друзья, всем привет! Мои тайские каникулы постепенно подходят к концу. Я сейчас уже возвращаюсь в сторону Бангкока. И вот примерно 500 километров, наверное, осталось до Бангкока. Я решил сделать остановку в таком прекрасном месте, живописном, с чистыми пляжами безлюдными, с водой, спокойно. В общем, никого здесь, кроме меня, и моих мыслей нет. Я не буду сегодня говорить о Таиланде, о путешествиях. Я буду сегодня говорить о личном. О своей дочери Саре, о своей бывшей жене, и о своей жизни, и вообще обо всем, что с этим связано. Я вас сразу предупреждаю, кому-то, может быть, из вас это видео не понравится, может быть, даже кого-то это разозлит. Поэтому, если вы не хотите видео на эту тему, то лучше сразу выключайте и, ну, не тратьте свое время, чтобы не расстраиваться, не нервничать, и займитесь лучше чем-нибудь полезным, например, своей семьей или какими-то своими делами. Я очень долго ждал, полтора года, может быть, даже больше. Ну, получается, с того момента, как я вернулся из Америки, я, можно сказать, молчал. Я ничего не говорил, я терпел, наблюдал за всем, что происходит. И, я думаю, сейчас неплохой момент, подходящий для этого видео. Сара пошла уже в школу, Женя, то есть, переехала в новый дом, и уже новый виток в жизни у них пошел в Америке, то есть, в ближайшее время никаких изменений там у них не будет. А, и Женя еще нашла свое счастье, наконец. Я очень рад, кстати. Не, на самом деле. Многие, наверное, подумают, почему я снимаю видео, это для чего и зачем вообще. Я вам скажу, я это делаю, видео, просто тупо для себя. Потому что я, наверное, устал носить это в себе все, переживать эту ситуацию, думать. И я хочу это куда-то выплеснуть, выкинуть, как-то куда-то в сеть, в интернет, в YouTube, как-то это размыт все, раздробить, размельчить, понимаете, чтобы, ну, это все как-то испарилось, как пыль вот где-то как-то на ветру, и все улетело. Я думаю, что у меня есть на это право по нескольким причинам. Во-первых, мы не можем... Я не могу установить контакт с Женей, и мы не можем один на один, то есть самостоятельно, этот вопрос решить с ней. Во-вторых, я писал тоже так же ее сожителю. Он не ответил мне, я не знаю, может, он меня испугался или еще что-то, или, ну, или, может быть, ему просто не до меня. Ну, и, в общем, не важно. Тот человек, который живет сейчас с Женей, мои сообщения проигнорировал. Я считаю, что это ненормально, потому что в любом случае, если он настроен серьезно на отношения с Женей, на отношения с Сарой, с моей дочерью, то он в любом случае должен со мной считаться. Ну, хотя бы как с какой-то, наверное, мужской солидарности. Хотя я не думаю, что в Америке какая-то есть солидарность, и вообще Америка по другим законам, наверное, живет. Не по таким, по каким мы. Вот. Но это другое. Это другая тема. В общем, он мне не ответил, Женя мне не ответила. Женины сестры, родственницы, подружки тоже. Это все как-то, ну, вот так пропускают. Всех все устраивает. В общем, наверное, кроме меня и, ну, и моих родителей. Может быть, меня бы, мне бы, наверное, тоже было бы плевать, что сейчас происходит там, если бы не Сара. Самая главная, самая основная проблема заключается в том, что Женя не хочет, чтобы мы общались с Сарой. Да, вот именно не хочет. То есть она, как она говорит, она не запрещает, она не препятствует, но она не хочет. И общения нет нормального. Уже полтора года у меня с ребенком нет нормального общения. Как я вам уже сказал, то есть я везде заблокирован, соответственно, я ей позвонить не могу. Вместе, может, я и могу как-то до нее дозвониться, достучаться, но я, честно говоря, не хочу, потому что, ну, это, наверное, то же самое, что, как говорится, этот бисер перед свиньями кидать. У нас было более-менее нормальное общение, когда Женя уехала в Алмату, бросила или оставила, я даже не знаю, как это назвать. В общем, Сара осталась в Америке, Женя поехал на месяц в Алмату. По каким-то, типа, очень важным делам. Мы специально отправили Саре айпад, чтобы у нас была возможность нормально, спокойно общаться, без посредников, без Жени. И вот как раз в этот момент Женя установила туда вайбер. Или, может быть, он там раньше был установлен. В общем, когда она приехала, мы как-то с горем пополам у нее выбили, в общем, номер этого ватсапа и общались. Ну, более-менее как-то общались там. Когда она у Натальи жила, тоже мы как-то, как-то что-то, какое-то общение было непонятное. Но в любом случае это общение, знаете, это общение не не с глазу на глаз, то есть. Это общение. Сара там меня видит, где-то маленькая картинка, что-то слышно, хорошо, плохо, что-то как-то непонятно. То есть, ну, общением это тяжело назвать. Ну, хотя бы и так. И, как говорится, и на этом спасибо. Я даже был рад и так общаться. Хотя перед этим накануне я как будто бы чувствовал, и мы с Женей переписывались. Я ей говорил, вот сейчас у нее Сары каникулы будут, давай как-то мы вопрос-то решим. Я бы хотел с ребенком-то повстречаться, погулять, в какие-то парки ее сводить, еще что-то. Да неважно, куда она хочет, в любое место, хоть на Луну. И она это все как-то этот, я тебе завтра скажу, я тебе послезавтра скажу. Ну, то есть, ни да, ни нет. И вот эти завтра там в недели превращались и так далее. Потом я смотрю, она в Алма-Ате. И я не могу понять, что это. Может быть, она с Сарой прилетела. В общем, она приехала в Алма-Ату без ребенка, Сару оставила там. И почти месяц, то есть, мы, ну, вот, как-то вот общались вот так. Потом, потом, Сара очень много мне рассказывала, что, типа, когда она вырастет, она обязательно приедет в Казахстан, что в Америке ей там не нравится, что школу она не любит. Я не знаю, так это это, на самом деле, или не так. Это вот все с ее слов. То есть, то, что мне говорит ребенок, я передаю вам. Я делюсь с вами этими мыслями, потому что это мой ребенок, и я, наверное, переживаю сильнее, чем, допустим, кто бы то ни было. Потом, спустя месяц там, или даже больше месяца, Женя вернулась. И Сара мне такая радостная звонит и говорит, папа, папа, я поговорила с мамой, ты, типа, можешь приехать к нам в Америку, ты такая радостная, довольная. А понимаете, я-то в Америку приехать не могу. И я не знаю, как ей об этом сказать. Я не могу приехать именно вот в штат Флорида. Я вам не буду говорить, почему я туда не могу приехать. Это не имеет значения. Просто поверьте, не могу и все. Если хотите, попросите Женю. Может быть, если она вам расскажет, я потом от себя обязательно что-нибудь добавлю. Вот. И она мне говорит, то есть с такой радостью, с такой надеждой, что я приеду, а я как? Как я могу объяснить, да, это ребенку, что я не могу приехать там, где сейчас себя мама держит и в таком месте, получается, где я, куда я не могу приехать. Это вот представьте себе ситуацию, что Женя, я, допустим, забрал Сару у Жени и держу ее там, куда не может приехать. Представьте, какие были бы тут скандалы и вообще истерики, и паники, и сколько было бы слез пролито, и, наверное, вообще мир бы остановился. Получается так, что я полтора года ребенка не вижу. Это нормально. И, в принципе, это вроде как бы и всех устраивает. Понимаете? Куда вообще катится мир? Я, честно говоря, вообще не понимаю. Получается, для матери общение с ребенком важно, а для отца с дочерью нет, что ли? Это же несправедливо. Ну, где? Где справедливость? Я сейчас снимаю разные сторис в инстаграме и делаю посты. И, в общем, люди мне пишут, с кем ты поехал, ну, всем интересно, почему ты не поехал в Америку или почему ты с Сарой не поехал в Таиланд или ну, вот такого вот рода, почему ты, типа, поехал сам, а твоя дочь там где-то непонятно у кого, мама ее постоянно с кем-то оставляет, с разными людьми, постоянно у нее в сторис бокалы. Это, это, это не я придумал. Это люди мне присылают в в директ, в инстаграме скриншоты ее, скриншоты ее вот этого сожителя Тодда, Тодд ее зовут, скриншоты, где она постоянно там полуголая на этой лодке зеленой, где, типа, Сара радуется, танцует, я не знаю, может быть, оно так и есть на самом деле, может быть, Сара и счастлива, но я не понимаю, как это вот у детей так бывает, получается, а Сара меня, что ли, забыла, или как? Мне присылают вообще незнакомые люди, которые живут там, в этой Тампе, то есть Тампа, чтобы вы понимали, это такой небольшой городочек, и там, ну, русских, наверное, человек 200-300 живет, и все друг друга знают, все друг с другом общаются, сплетничают, и все, все про всех все знают, кто-то там сходил кому-то на реснички или на маникюр, все, он оттуда выходит уже с полным пакетом информации, и они мне это все присылают, понимаете, присылают Женя там с одним мужиком в баре ночью, Женя с другим мужиком, теперь у нее это тот, вроде бы Женя чуть-чуть успокоилась, как говорится, уже поселилась там у него дома, я вам честно скажу, для меня это как облегчение, потому что я понимаю, что уже более-менее нормальный образ жизни уже Сара будет хотя бы здесь, в этом доме, хотя бы под присмотром какого-то там мужчины, там, я не знаю, адекватного или нет, хотя, я думаю, его адекватность тоже можно поставить под вопрос, потому что у него получается трое там или четверо детей, пацанов, и, ну, естественно, там жена бывшая или какая, я не знаю, и теперь он взрослый, то есть он старше Жени на 30 или на сколько там, на 20 с чем-то лет, то есть взрослый мужчина самодостаточный, адекватный, он, ну, для меня это непонятно, это то же самое, вот мне 30 лет сейчас, я начну встречаться, там жить, отношения какие-то строить с девочкой, которой 5, что ли, но это же педофилия, или как, или в моем случае это педофилия, а в его случае это все окей, все нормально, или как, вот вы мне объясните, пожалуйста, я не понимаю, может быть, это нормально, я знаю таких людей, они живут с семьями, все там у них замечательно, дом, и тут их в один момент клинит, они берут с какими-то соплячками, начинают жить там, я не знаю, сожительствовать, как это назвать, ну, для меня это неадекватно, непонятно, может быть, когда мне будет 50 там или 60, я это пойму, но сейчас я не понимаю этого, я считаю, что должно быть равенство, социальное равенство, равенство в возрасте, а так получается, этот человек, он три эпохи назад родился, вернее, когда он был таким, как Женя, Женя только родилась, и здесь интересы, какие могут быть, и вообще, о чем там могут люди разговаривать, как они вечера проводят, или что там, или что там, только расчет, я не знаю, может быть, это, конечно, любовь, супер какая-то, но лично я знаю Женю, я вам могу так сказать, что если бы, наверное, не было бы у него того количества денег, и вообще того, что у него есть, то, наверное, Женя бы не стала с ним встречаться, я могу, конечно, ошибаться, но я вот с 99-ю процентной уверенностью говорю, в общем, я, конечно, это, это, естественно, не мое, и вообще, это, это только их личное дело, меня в этом случае только беспокоит ребенок, потому что они, она к нему уже переехала очень быстро, там буквально они познакомились, и через 2-3 недели она уже у него дома была, они уже там вместе путешествовали, мне это все присылают люди, понимаете, которых я даже не знаю, у них скрытые профили, скрытые аккаунты, они мне вот присылают скриншоты ее инстаграма, потому что я у нее заблокирован, скриншоты с его инстаграма, и я не понимаю, зачем они это делают, самая главная, основная проблема это то, что у ребенка мы отправили айпад, но там нету никакого месседжера, она постоянно в интернете, постоянно играет в игры, но она не может, может быть там есть у нее какой-то месседжер, но мы его не знаем, может быть она общается с сестрами из Украины, из Японии, может быть она общается с другими родственниками, но мы не знаем, у нас нету доступа, и может быть вообще я заблокирован благодаря Жене в ее социальных сетях, я не знаю, я с Сарой разговаривал только когда Женя не было рядом, или там когда, ну вот, буквально я могу на пальцах одной руки пересчитать то количество раз, которое мы общались с ребенком, даже был один такой случай, когда Женя закрылась в другой комнате, Саре дала телефон, и Сара мне сама позвонила, говорит, ну мы с ней поговорили, пообщались, и она говорит, хочешь с мамой поговорить, поговори с мамой, и стучится, а дверь закрыта, я не знаю, может быть Женя не хочет, чтобы вот такие вот ситуации происходили, может быть Женя не хочет, чтобы Сара о чем-то мне рассказывала, о том, что Женя скрывает, может быть Женя не хочет, чтобы Сара пожаловалась, Потому что Женя понимает, у меня есть YouTube-канал, и я могу любую неудобную для нее информацию сразу это все отправить в сеть, как я это сейчас делаю. Что я вам могу сказать? Это ее не оправдывает, понимаете? То, что я делаю, то, что лично я делаю, это уже на моей совести. Это точно так же, как с Алматой. Если бы, допустим, она бы мне сказала, что она летит в Алмату, так я бы ей с радостью предложил бы, я бы оплатил ей перелет, Саре бы, я бы оплатил ей гостиницы, билеты, проживания. Почему? Почему нельзя было сказать, слушай, Вова, я лечу в Алмату, давай, вот, удобный как раз такой случай твои родители. Или ты побудешь с Сарой, я похожу по барам, как она это делала. Это же лучше, чем то, что она осталась у кого-то, допустим, там, в чужой стране. А представьте, если бы ее не пустили в Америку назад, как? Как бы мы забирали бы Сару, и вообще с кем бы она там осталась, и вообще захотели бы нам ее отдать, вернуть? Вот не пустили бы ее, и все, и что тогда? То есть Женя как об этом, может, думает, может, не думает, я не знаю. Совсем недавно мне Сара начала отправлять... В общем, у Жени есть второй профиль, который она ведет для Сара, она там фотографирует Сару, снимает сториз. Она мне начала с этого профиля, Женя, отправлять странные сториз, типа, Сара там записывает видео и говорит, это видео специально для тебя, папа, я скоро буду в твоем жить доме. И на русском написано там такими словосочетаниями, которые ребенок, ну, не может, с предлогами, в общем, ребенок не может так написать, восьмилетний, который в Америке, в американской школе учится. Потому что Женя не учит Сару русскому языку. Ну, как мне кажется. И она пишет, буду или нет, и там стоит такой. Я уже обрадовался, вы даже не представляете, насколько я был счастлив в тот момент. Я подумал, может быть, действительно, вы же они какие-то здравые, я не знаю, как это даже назвать, что там с ней случилось. Что она, может быть, действительно решила Сару отдать нам. И дальше строить отношения там или свою жизнь с этим Тодом. Я вам могу объяснить, как у нас проходит общение. Я звоню Саре, то есть Жене, Женя скидывает, Сара там записывает мне сообщение голосовое, типа, я тебе перезвоню, папа, чуть-чуть подожди. И, знаете, вот это может продлиться два-три дня, неделю. И она не перезванивает, а я-то жду, понимаете? Я-то надеюсь, что она мне сейчас, завтра позвонит, может, проснется послезавтра. И вот так у меня дни в ожидании проходят, проходят. Потом я сам перезваниваю через несколько дней или через неделю. А она скидывает. Я думаю, ну, наверное, заняты или еще что-то. Или чем-то заняты, может, кушают. Или еще чем-то род занят. И я вот в такие моменты думаю, а что там вообще происходит в этой Америке? Может быть, мне уже начать переживать? Женя постоянно, у нее бокал в руках в этих сторис, как будто бы какой-то кубок или еще что-то. Как будто, я не знаю, чем можно гордиться бокалом? Тем, что она постоянно пьет или тем, что там она пьет в ресторанах? Ну да, наверное, для нее это гордость. Она может каждый день или через день теперь ходить в рестораны. Конечно, в любом случае, кто этого не захочет? Давайте будем честными. Любой человек захочет такой жизни и любой человек захочет жить так, как сейчас живет Женя. Хотя мы не знаем. Никто из нас не знает. Я очень сильно надеюсь, на самом деле, на то, чтобы там было действительно все по любви. И чтобы это все было обоюдно. И чтобы действительно все было так же прекрасно, как она пишет в Инстаграм. Что она счастлива. Ты счастлива, да. Но ты дай ребенку-то общаться со мной. Почему я не могу общаться с ребенком? Если ты счастлива, ты не мешай другим людям тоже быть счастливыми. Я не знаю, вот о чем сейчас думает Сара. Может быть, она думает, что вот тогда она мне сказала, папа, приезжай. А я не приехал. И вот теперь она думает, что... Может быть, она так думает, да. Может быть, она думает, что типа папе все, Сара не нужна или там еще что-то. А на самом деле-то это не так. На самом деле-то я очень люблю своего ребенка. У нас все идет с детства. И я бы не хотел, чтобы Сара взрослела, да. И думала, что не существует на свете мужчин, которые надежные, которые заботятся и которые любят. И это же все от отцов идет. Я, честно говоря, не думаю, что вот этот тот, да, которому там 60 лет или сколько, будет особо этим заниматься или увлекаться. У него своя жизнь, у него свои дети. Я вообще, честно говоря, думаю, что у меня украли ребенка. Вот такие вот люди, как тот или которые поддерживают Женю, постоянно там проводят время с Сарой, оставляют у себя по ночам. То есть они у меня воруют общение с ребенком. Я не знаю, как там Саре у вас, да. Я не знаю, нравится ей к вам ездить или не нравится, или может быть она этого не хочет, может быть она хочет чего-то другого. Я не знаю, как это. Но лично я чувствую, я имею право на общение. Потому что получается так, что Сара, ну уже по моим подсчетам, наверное, там в 10 или там даже больше семьях побывала за это время, когда Женя там идет в бар, Женя идет в клуб, Женя уезжает в другой город, Женя уезжает еще куда-то, Женя уезжает в Казахстан, уезжает в другую страну. И постоянно разные люди. У нас был на эту тему даже разговор с Натальей. Я, может быть, даже ее немного этим оскорбил. Но я лично так считаю. Я не хочу что-то приукрашивать или еще что-то. Я считаю, что да, вот оно так и есть. То есть я на самом деле к Наталье очень хорошо отношусь. Мы много раз у нее жили, ночевали. Они нас постоянно кормили, поили и веселили, развлекали и так далее. В общем и тому подобное. Мы очень много времени с ними провели. Я очень сильно благодарен. Но я хочу сказать, что интерес у Натальи ко мне пропал сразу после того, как я сел в самолет и улетел. То есть для этого она мне каждый день или через день звонила. Вова, как ты? Как дела? Что ты делаешь? О чем ты думаешь? Что ты хочешь делать? Я не знаю, зачем это она делала. Может быть, она преследовала какие-то цели или бескорыстно это делала. Я не знаю. Ну, то есть вот так, как оно есть. Я всегда говорил, что я очень благодарен. Но я улетел, и на этом все закончилось. Наше общение и вот эти милые беседы. Мне показалось это странным, потому что, ну, если люди так общаются, то такой напор, то куда он исчезает? Каждый день я думаю про ребенка. Каждый день. И каждый день я думаю, что там происходит в голове у Жени, что происходит с Сарой, что с кем она, что там ей говорят, что как она взрослеет, какие у нее мысли в голове. И поэтому я думаю то, что у ребенка обязательно должна быть связь. Элементарно должна быть связь хотя бы для того, чтобы Сара могла пожаловаться. Потому что сейчас они пришли в новый дом, где в этом доме уже живут какие-то люди или они не живут вместе, я не знаю. То есть там есть уже дети у этого человека. И, естественно, этим детям, скорее всего, не понравится, что у папы теперь, там, я не знаю, как это даже вообще назвать, сожительница какая-то новая с ребенком. И я не знаю, как они к ней будут относиться, к ребенку, понимаете? Сара будет с Женей в какой-то ссоре или еще что-то. Кому она пожалуется, кому она сможет пожаловаться о том, что ей что-то не нравится или ее кто-то обижает, понимаете? Вот это детство, то есть в детстве я очень хорошо помню время, когда мне было примерно столько же, сколько Саре или, может быть, я был старше. Меня родители отправили в лагерь куда-то, там, в Алмара-сан, в горы, с моим старшим братом. Естественно, моему старшему брату не было дела вообще никакого до меня. Я был один. Я понимал, что я там особо никому не нужен. Я сам по себе как-то должен выживать, как-то что-то делать. И вот это я очень хорошо запомнил. И получается, в чем разница? Сейчас то же самое. Сару куда-то там мама приехала, познакомилась с людьми, выпила бутылку, да? И все. Это уже друзья самые лучшие. С ними можно оставлять Сару. А папе с Сарой общаться нельзя. Где логика? Объясните мне, пожалуйста, вообще для вас это нормально? Как вы думаете? Для вас нормально то, что Женя злоупотребляет алкоголем? Я тогда написал пост, и об этом тоже упомянул, когда уезжал из Америки. И на меня люди накинулись. Вова, вы что, Женя, что типа алкоголичка? Так вы сами посмотрите ее сториз. Я не знаю. Я не доктор. Я не могу ставить диагнозы. Но мне люди присылают и говорят, что Женя постоянно с алкоголем в обнимку. И для нее это радость. Какое-то достижение или какие-то моменты, которые она отправляет в сториз, чтобы потом пересматривать. Или я вообще не знаю, чтобы кому-то это показать, что ее жизнь удалась. Да ради бога, пожалуйста. Только интересы ребенка не должны при этом страдать. Заместо того, чтобы бросить там с кем-то Сару и пойти со стариками на вечеринку, ты возьми лучше ребенка. Сходи с ней в парк. Сходи с ней в Бушгарден. Там вообще миллионы развлечений в этой Америке. Там можно каждый день ходить себе и что-то проведи с ней какое-то время весело, чтобы привей какие-то чувства нормальные, человеческие. Помимо вот этих баров и ресторанов, очень много всяких в жизни у людей развлечений и тому подобное. Раньше там Сара ходила на коньки, на гимнастику. Да, это было круто, супер. Но потом это все куда-то исчезло. Потом потащили ребенка по Вегасам, по каким-то аукционам, где продают машины. И кроме стариков вообще никого нет. Старые какие-то машины, которые там я не знаю сколько лет уже, и люди видят в них какую-то ценность. Может быть, пожалуйста. Но зачем мне это присылать? То есть с Саруного инстаграма Женя берет вот так, снимает, за сколько там продали эти машины. И я не знаю за сколько. И мне присылают это. Эти сообщения они сразу удаляются. И Женя думает, вот я сейчас посмотрю, удалюсь, и там буду что-то нервничать или злить. Да мне вообще без разницы. Поверьте мне. Или я не знаю, что она там думает. Какая мне разница? Да ради бога. Я только буду счастлив. Ты ребенка просто не вмешивай в это. И ребенку да общаться со мной. Делай там, продавайте машины, продавайте яхты, самолеты, небоскребы, все что угодно делайте. Не лишайте обычного человеческого. Пей там, делай со своей печенью все что угодно. Ты же разносторонний человек. Ты же должна понимать, ты же блогер. Я вообще, честно говоря, не знаю. Вот блогеры, да, это должны быть, наверное, люди какие-то образованные, разносторонние, которые много читают, много чем увлекаются. Увлекаются и как-то это все изучают, а потом людям преподносят информацию. А здесь что? Отведи меня в ресторан, купи сумку, и все, на этом вся жизнь заканчивается. А, кстати, вот мне очень интересно, если она сейчас вот этому своему Тоду скажет, вот ты мне, если любишь тот, купи мне сумку за 5 тысяч долларов. Что интересно, она ей ответит. И как вообще может любовь, да, измеряться в сумках? Это же какой-то бред. Ну вот лично для меня это больная тема. Вот эти сумки брендовые, которые там стоят от 3 тысяч долларов и выше, это точно такая же сумка, как, допустим, за 200, за 300 долларов Michael Kors. Чем Michael Kors отличается вообще от Prada? Тем, что вы туда можете больше положить, или тем, что она вам больше прослужит? Чем? Девушки, объясните мне, пожалуйста, что за какой-то вот этот болезнь какая-то, вот эта сумочная? Вы считаете своей какой-то миссией, что ли, на этой земле купить одну сумку, вторую, третью, сложить их, соскладировать и сделать фоточку в Instagram? Все, сумка есть, жизнь удалась? Или как? Ну вот честно, я вас не понимаю. Может быть, когда-то наступит момент, когда у меня будет очень много денег, когда я просто не буду знать, куда их девать, я буду покупать сумки по 5 тысяч долларов. Может быть, но это глупо. На 5 тысяч долларов человек может год жить. Вы меня, конечно, простите, но для меня это вот эта тема, она очень эмоциональна. Если у тебя много денег, вот я, допустим, люблю сажать сады, деревья, мне нравится. 5 тысяч долларов можно гектар засадить деревьями. У нас в Казахстане вообще очень мало деревьев. Многие люди говорят, что любят Казахстан, любят патриоты, но никто не заботится о земле. И вот эти 5 тысяч долларов, вы покупите землю, еще на 5 тысяч долларов купите саженцы, еще на 5 тысяч долларов, поставьте туда человека, и у вас будет сад. Эта сумка через 2-3 года, вон, полный улык с этими сумками завален, они никому не нужны. Человек купил, сфотографировался, все. Очень много раз думал об этой ситуации, как я бы мог ее исправить, или как я мог бы ее предотвратить и так далее. Я понимаю, что может быть дальше. Естественно, я мог это все сделать, но, во-первых, мне на это понадобилось время, а Женя хотела все сразу. Когда она только увидела Юлю, и Юля ей сказала, что она приехала со 100 долларами в Америку из Каскелена, это даже не Алмата, это под Алматой, и Женя увидела Юлин дом, все. Я уже увидел у Жени в глазах, что Женя хочет жить так. Я говорил, я у нее спрашивал, я говорю, ты же хочешь так же, признайся, ты же хочешь то же самое, ты же хочешь избавиться от меня, ты хочешь этот... Она говорит, нет. Типа у Юли мы уж старый. И что сейчас происходит? Посмотрите. Я должен был вытащить из кармана и дать ей моментально это. Я не против, пожалуйста. Кто об этом не хочет? Все мечтают жить в большом доме на берегу океана. Это у многих мечта, и у многих она не сбудется даже. Все хотят ходить в ресторан каждый день, пить вино. Почему нет? Пожалуйста, я же не против. Живи как хочешь, не мешай жить другим. Я вам честно скажу, мне стало легче, что я выговорился, и что я как-то вот это все выплеснул, вытащил из себя. Это как будто бы что-то ненужное во мне было. И пользуясь случаем, я бы хотел признаться в любви своей дорогой доченьке. Сарочка, я тебя очень сильно люблю, и я хочу быть с тобой, но сейчас я не могу приехать туда, куда ты находишься. Я думаю, что мы с тобой обязательно встретимся, и мы с тобой будем путешествовать, мы с тобой будем проводить больше времени, мы с тобой будем смеяться, веселиться, разговаривать на разные темы. У нас будет с тобой нормальное общение, как у отца с дочерью. Я думаю, обязательно найдется тот человек, который сейчас рядом с Сарой, и он включит это видео и покажет ей, в общем, чтобы моя дочь не думала, что я ее оставил, или что она мне не нужна. Это не так, дочь. Я каждый день думаю о тебе, и каждый день я про тебя вспоминаю, и каждый день я жду встречи с тобой. Вот такой вот Таиланд летом. Многие люди мне говорили, что сейчас не сезон, и здесь каждый день идут дожди, и вообще делать нечего, надо ехать зимой. На самом деле, мне очень понравилось в Таиланде летом, и я всем рекомендую. Я сейчас уже буду возвращаться в машину, если у меня какие-то мысли дополнительно появятся, я обязательно тоже там включу камеру, и запишу с вами, поделюсь. Еще, друзья, знаете, я бы не хотел бы, чтобы вы подумали, типа, где я был раньше, о чем я думал раньше все эти полтора года, и вообще, почему я только что об этом начал говорить, и снимать видео. Я был раньше всегда рядом, в мыслях, мысленно. И всегда я переживал очень сильно об этом. и я, честно говоря, ждал. Я думал, что ну, рано или поздно вот эта затея несерьезная с Америкой, она закончится, и Женя вернется куда-нибудь, или в Японию, или в Украину, или в Россию, или вообще еще куда-то, и я туда приеду, и уже буду там общаться, то есть добиваться общения нормального с ребенком. Я наблюдал за этим, я думал, что Женя и что Женя рано или поздно это все надоест, и в общем она вернется. Но так как сейчас вот у них уже с этим Тоддом там типа все серьезно, и она счастлива, я думаю, что сейчас наступил тот самый момент, когда я могу разговаривать, говорить об этом. Возможно, кто-то еще подумает, почему я не добиваюсь общения с ребенком через суд. Я вам скажу так, вот эти все суды, да, и все, что с этим связано, это машина, хладнокровная машина, которая просто берет и наверное рубит с плеча и там особо никто не церемонится. Там они пропускают сотни дел там или сколько за день и как правило, люди не могут принять адекватное решение и знаете, ни один человек не имеет право решать с кем будет ребенок. Это наверное только Господь Бог может определить кому общаться с ребенком, кому не общаться с ребенком, кому будет хорошо с ребенком. И ни один судья или ни один в общем ни один судья, ни один человек в мире я считаю не вправе указывать и говорить кто и как будет с кем проводить время. Естественно, я мог бы допустим направить свои силы, направить свои деньги на то, чтобы добиться хотя бы 50 на 50 общения с ребенком. Это все четко делается в Америке и все это можно, но во-первых это для ребенка будет наверное опять же стресс, то есть непонятно будет это хорошо или плохо для ребенка, никто не знает и поэтому короче говоря, я эту идею оставил. Еще знаете, в Америке наверное хорошо живут врачи и адвокаты, потому что когда мы только приехали во Флориду в Тампу я сразу обратил внимание на дорогах вот эти щиты и там ничего не рекламировали только адвокаты. Постоянно разные лица, постоянно новые номера телефонов и постоянно разные люди и я просто представил какие огромные деньги тратятся на маркетинг и вообще на рекламу и сколько они зарабатывают и не всегда эти адвокаты порядочные и не всегда они делают то, что говорят. В общем, это очень скользкие люди и я никому бы не посоветовал оказаться вот в этой во всей судебной системе в Америке, потому что там вот прямо написано на счетах типа развелся, звони, типа разводишься, звони, типа попал там в ДТП, звони, типа все-все и сразу моментально находятся такие ребятки веселые, бодренькие, которые будут вас консультировать там за 300 долларов в час, к примеру. И все возможно, можно было потратить там кучу денег, сотни тысяч долларов и добиться, что суд бы вынес решение и ребенок был бы со мной, но опять же, кому бы от этого было бы лучше? Кому? Мне или Саре или Жене кому? Я не знаю. Поэтому я не стал в общем прибегать к таким мерам и я считаю, что два человека, когда встретились, приняли решение о том, что они будут вместе, приняли решение о том, что у них появляется ребенок, то это взрослое, взвешенное решение, то и дальше они должны пройти какой-то путь хотя бы ради ребенка вместе, хотя бы до совершеннолетия, до 16 лет хотя бы сохранять нормальные человеческие отношения, чтобы ребенок видел и понимал, что это все так должно быть. Женя не хочет, чтобы мы общались, понимаете? Если бы она хотела, чтобы мы общались, она бы, наверное, пришла бы пешком бы с этой Америки, выломала бы двери, окна бы в домик, в котором я живу и привела бы Сару и сказала бы вот, Сара, вот, твой папа, мы здесь будем жить. А сейчас ей удобно, понимаете? Прошло полтора года и мы общались с Сарой только когда она там была одна. и поверьте, я, наверное, вот эти вот это общение вообще, наверное, никогда не забуду. Знаете, у нас был такой случай, мы один раз поехали без Сары, мы оставили Сару дома и мы ей звонили. То есть мы ей звонили, когда-то она там хотела с нами разговаривать, когда-то не хотела. и я помню вот этот момент, да, Женя, она рыдала, она плакала, что Сара не хочет разговаривать или Сара не может всего лишь месяц или там даже чуть меньше месяца было. А представьте, вот полтора года, да, я не могу добиться нормального общения и уже и по-хорошему и так, и сяк, никак. Поэтому это вот видео, наверное, это какая-то уже мера такая, как отчаяние, какая-то вынужденная, потому что ну, во все двери я уже постучался и никто мне нигде не хочет отвечать. Я, конечно, понимаю, что это очень сложно представить и даже думать об этом не хочется, но вот представьте, что с вашим ребенком именно вот такая ситуация происходит. Поэтому перед тем, как меня судить, осуждать, что-то писать там в комментариях, представьте себе, что вот вас забрали вашего ребенка. И эта ситуация именно коснулась вас. Не какого-то там человека с YouTube, а именно вашу семью и в вашей семье вот так происходит. Вы полтора года каждый день думаете о своей дочери, а вашему мужу или там вашей жене да просто плевать вообще на ваши мысли и на то, что это, это, это знаете, вот как наши политики или как наши чиновники, которые просто вот добрались до какого-то места такого безопасного. И вот им плевать, им плевать, что вы пишете заявление, что вы обращаетесь, что вы устраиваете голодовку, что люди себя поджигают, сжигают, уже до крайних мер доходят. Всем плевать. человек просто живет свою жизнью. Он попал туда, куда-то наверх, где-то, где он чувствует себя в безопасности и занимается своим делом, гнет свою линию. Чем Женя отличается от вот этих всех политиков? Они точно так же сидят все на алкоголе, точно так же точно таких же у них лица безмятежные, невозмутимые, вообще им без разницы типа что вообще вокруг происходит. Да у нас все окей, у нас все хорошо, в нашей семье все классно. К чему я вам вообще вот это начал говорить про алкоголь? К тому, что многие люди, которые злоупотребляют или любят выпить, они думают, что человек, я даже недавно где-то в инстаграме у кого-то они думают, что человек, который выпивает, он какими-то начинает обладать сверхспособностями или какой-то силой. Я даже недавно в инстаграме девочка мне написала какой-то такой комментарий, что-то про улыбки, что у меня везде одинаковая улыбка или еще что-то. И в общем я зашел, мне стало интересно, кто это вообще там меня, что за улыбаха меня там улыбаться учит. Я захожу и я вижу у нее в инстаграме какую-то картинку, что типа все люди, которые пьют алкоголь, они суперсильные, супергерои, и они добились успеха. И типа еще ее комментарий, что типа даже не спорьте со мной. Так получается, если это так, то тогда это вообще самый легкий способ и самый простой добиться успеха вообще во всем, что ли? А почему тогда нам за рулем запрещают пить алкоголь за спиной там летчика, который управляет самолетом, сидит 300 человек, почему его сразу лишают лицензии на все полеты и вообще он не может больше никогда летать, если его у него в крови перед полетом обнаружат алкоголь? Почему в тюрьму людей сажают, которых едет человек в Америке под воздействием алкоголя, его сразу останавливает полицейский, сразу уводит, арестовывает в тюрьму. Почему? Потому что если человек выпил, у него сразу снижается его умственная способность. Он начинает что попало творить? Посмотрите видео в интернете. Понимаете, в человеческом организме нет ни одного органа, который не поражает алкоголь. В первую очередь алкоголь поражает клетки мозговые. Он лишает мозга, алкоголь очень много жидкости выводит из организма. Почему? Посмотрите, мы бегаем постоянно в туалет, когда мы в баре находимся. Я, честно говоря, думал раньше, что в России там много пьют люди или в Казахстане, но так как много пьют люди в Америке, наверное, так нигде не пьют. Ну и в Европе, наверное, где-нибудь. У них только начинается вечер, все, все бары, рестораны, все полные. Для них нет ничего такого зазорного в том, чтобы выпить несколько бокалов вина и сесть потом за руль. Для них это считается нормально. Но вы же не принимаете во внимание, что, допустим, европейцы или грузины, они несколько тысяч лет уже живут с алкоголем и несколько тысяч лет уже пьют. У них уже на генетическом уровне печень работает совсем по-другому. Она быстрее расщепляет алкоголь или быстрее выводит из организма. Что-то типа в этом роде. Если вам интересно, вы можете почитать. Это не так, как мы совсем... Казахи, допустим, или русские, это вообще не пьющая нация. Мы совсем недавно начали пить алкоголь. У нас не было такого. Французы, испанцы, итальянцы, они уже очень давно пьют. И для них это нормально. Они могут. А в принципе Америку-то построили кто? Европейцы построили Америку. Поэтому для них в принципе это нормально. Для нас нет. И говорят, что женский алкоголизм он вообще неизлечим. Меня это все очень сильно беспокоит только потому, что сейчас рядом с этим человеком находится мой ребенок. И Сара видит это все. Ну, давайте тогда, если алкоголь делает нас сильнее, делает из наших супергероев каких-то, давайте тогда будем детям давать, заместо молока новорожденным будем кивом их поить. или как там Гитлер говорил, табак и алкоголь это самое лучшее оружие. Вы почитайте статистику от алкоголя. Алкоголь это самый страшный вообще наркотик в мире. От алкоголя погибают больше всего людей в мире. Не от героина, не от кокаина, не от что там бывает такое жесткое. это самый страшный вот допустим в Таиланде очень высокие акцизы на алкоголь. Столько сколько стоит алкоголь в Таиланде наверное дороже только где-нибудь может в Сингапуре или еще где-то. Государство не может полностью исключить алкоголь из прилавков. Хотя допустим в Эмиратах они спокойно это все запретили и люди живут счастливо и построили такую прекрасную страну без алкоголя. Что вы мне хотите после этого сказать? Это знаете как получается травить свой организм и платить еще за это деньги. Да я злоупотреблял алкоголем я сам всего лишь там год или сколько два года не пью но мне хотя бы хватило в себе не знаю мозгов или сил отказаться от этого и принять жизнь жить нормальной жизнью без этого а Женя помимо того что сама вот это все в себя заливает так она еще и показывает транслирует всему миру смотрите сколько там у нее было 200 тысяч подписчиков когда мы приехали в Америку а сейчас сколько я даже не знаю очень много людей она потеряла кстати между прочим за это время потому что люди понимают что это все уже ведет куда-то непонятно куда и никому и уже не интересно за этим наблюдать огромное спасибо всем тем кто досмотрел это видео до конца всем тем людям кто меня выслушал кто меня поддержал кто меня осудил кто меня оскорбил всем спасибо я очень благодарен всем людям которые были со мной в это время в этот час я даже не знаю сколько будет длиться это видео но оно будет однозначно длинным я буду обязательно я снимал видео в Таиланде во Франции вообще очень много у меня отснятого видео я его отредактирую описательно все все ролики которые я снял я их смонтирую но пожалуйста дайте мне время мне надо сейчас выдохнуть мне с каждым днем становится лучше с каждым днем приходит понимание осознавание и мне еще вот чуть-чуть буквально и я приступлю к ютюбу я буду посвящать больше времени ютюбу в общем всем спасибо за просмотр всех обнимаю всем добра счастья здоровья здоровья в семье пока 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 Субтитры создавал DimaTorzok